МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Житель Самары по решению Волжского районного суда получил 20 лет тюрьмы за организацию преступного сообщества, а также изготовление сбыт фальшивых пятитысячных купюр в 12 регионах России. Троих его подельников приговорили к срокам от 14 до 16 лет, сообщили в прокуратуре Самарской области. Как установил суд, в сентябре 2020 года в Самаре местный житель создал преступное сообщество, состоящее из четырех групп. Преступники наладили сбыт фальшивых банкнот достоинством 5000 рублей. Поддельные банковские билеты продавали через интернет-магазин на запрещенном в России сайте. Стоимость купюры составляла около 50% от номинала. Оплату принимали в криптовалюте, а доставляли товар через тайники или в конвертах курьерской службой. Во вторник, 5 марта, в Самарской области на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское море и Химзаводская обнаружили посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Кубышевской железной дороги. Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов. Под Самарой восстановили движение по мосту через реку Чапаевка. Пассажирские поезда следуют своим маршрутам, предпринимаются необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график. На самом объекте восстанавливают движение по второму пути. В понедельник, 4 марта, в 6.13 экстренные оперативные службы Самарской области получили сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городе Чапаевск. Движение поездов на этом участке было временно приостановлено. Жертвы пострадавших нет. В ночь на вторник, 5 марта, три человека погибли в ДТП в Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Легковой автомобиль двигался в направлении Самары от границы с Казахстаном по трассе А-300. В районе села Подъем Михайловка водитель машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым КАМАЗом, перевозившим строительные материалы. Водители двое пассажиров легковой машины погибли на месте. Еще четверых пассажиров госпитализировали. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Пресс-служба УФСИН России по Белгородской области опровергла информацию о том, что отбывающий наказание актер Михаил Ефремов обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Ранее появилась информация о том, что администрация исправительной колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, одобрила его УДО. Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет колонии после того, как в 2020 году стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Актер находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ученые из России завершили экспедицию, в ходе которой изучили течение в глубоководном канале Видал в Атлантическом океане. Исследования проходили на глубине около 6 тысяч метров. Российские ученые стали первыми, кто провел гидрологические исследования в этой области. Океанологи измеряли скорости течения, температуру солености, щелочности воды, делали анализы растворенного кислорода. На основании этой информации они получили данные о циркуляции в труднодоступных океанских глубинах, что открывает возможности к оценке состояния океана, пониманию происходящих в нем процессов и изменений.